Лекция 27 Про IQ Интеллектуальный коэффициент Хотите знать, насколько вы умны? Без сравнения с другими людьми и каких-то тестов Просто задумайтесь о своих планах Короткие они или потяженные? Планируете вы что-то на пару лет вперед? Или не планируете даже завтрашний день? Да И вот тогда становится ясно Глупые вы или умные Потому что только умный человек может планировать свою жизнь надолго У него для этого есть знания опыт необходимые способности и возможности И чем больше период планирования тем вы умнее Ну а чем короче, тем глупее Большинство, конечно же ответят, что они планируют лишь то, что будет делать сейчас Ну или через пару часов Ну в крайнем случае завтра И им этого достаточно для полноценной жизни Это как у дальтоников Если им не сказать, что красный цвет существует Ну или зеленый там То их мир вполне их устраивает И они даже не догадывают И есть еще какие-то другие цвета Кроме тех, которые они видят Так и с глупыми людьми Они просто не догадываются о том, что можно планировать свою жизнь А не плыть по течению Но это не делает их хуже Как быстро и эффективно Хотя и приблизительно определить IQ собеседника Задайте ей ему вопрос о квантовой неопределенности Конечно же и о том, почему Илон Маск купил Твиттер Если IQ меньше 80 Ну от 50 То на любой вопрос будет раздумья Хотя это лишь так выглядит На самом деле идет процесс Если IQ от 80 до 100 То скорее всего сразу последует ответ Он будет банальный Очевидный, прямой Вопрос Услышен Есть ответ Или нет ответа Все просто Если IQ от 100 до 120 То последует вопрос на вопрос Это интересно Ну с какой стати Потому что важно Не ответить на вопрос Вообще вряд ли был услышан А сказать что-то свое Выразить свое мнение Ну а если IQ Больше 120 Ну до 160 То наверняка Потому что так большая редкость Вам ответят так Как будто предвидели Что вы на самом деле Хотели спросить И это будет не ответ А приглашение К диспуту На эту тему Потому что был Услышан вопрос И будет ответ Важен не сам вопрос А мнение обеих сторон И в теории квантовой запутанности Тоже Ну а если ответ Вообще не последовал Перед вами Идиот IQ меньше 50 Ну или гений IQ больше 160 В первом случае Вас вообще вряд ли заметили А во втором Вопрос неинтересен И жаль Впустую Тратить время Например Я вам сейчас задам вопрос Какая сегодня погода И вы отвечаете Как вы ответили Вот видите Все правильно Работает Пользуйтесь Потому что Зная IQ Собеседника Можно разговаривать С ним С ней На их языке Это эффективно Не нужно тратить Лишнюю энергию И время Ну вы поняли Какой у меня IQ Кстати Это работает И в комментариях Почитайте комментарии В соцсетях И сравните По этой методике И сразу становится ясно Есть ли смысл Отвечать На эти комментарии Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому